Привет всем любителям чего-нибудь бесплатного! Сегодня мы поговорим о видах свободной энергии. Это атмосферное электричество и радиоволны. Атмосферное электричество давно не дает спать ученым. Все хотят найти ту жилку, с которой сочится вечная и бесплатная энергия. И сегодня мы покажем, как взять с неба хотя бы несколько ватт энергии. И для улавливания этой энергии я натянул проволоку от своей дачи до вон той опоры. А теперь эту систему нужно проверить. Подадим напряжение на лампочку. Замыкай на землю, но лампочка все равно загорается. Разрядник, трансформатор, диодный мост с конденсаторами там внутри. Включаю телефон и идет зарядка. По идее на этой проволоке наводится не только атмосферное электричество. На ней также может наводиться радиоволны длинноволнового диапазона. Это к примеру называемые в народе глушилки, телевышки и так далее. Список большой. Сейчас я расскажу, что же такое атмосферное электричество. Ученые вдохновлены идеей Тесла. Это преобразование статического атмосферного электричества в непрерывный ток низкого напряжения. Они исследовали нашу планету и верхние слои атмосферы. И выяснили, что между атмосферой и землей есть разница потенциалов. Примерно 300 тысяч вольт. Причем поверхность самой земли имеет отрицательный заряд, а ионосфера положительный. Напряженность между облаков в сухую погоду может достигать 120-150 вольт на одном метре. Но чем ближе к земле, это явление исчезает. Это можно назвать нашим земным конденсатором, который заряжен на 300 кВт. И как любой конденсатор, он имеет существенные отечки. Это 1800 А, между прочим. С 19 века проводили испытания. Запускали шары с водородом на высоту почти 300 метров. И результаты были мощные. Это ток 1,8 А и напряжение в 400 вольт. А это, между прочим, 17,5 кВт в сутки. Может, все дело в шарах, которые они запускали. Они состояли из тонкого листового алюминия. А каркас самих шаров был сделан из алюминиевой проволоки, которая была внутри. А наружная поверхность была покрыта острыми штырями. Все контакты были из обедненного цинка, содержащего препарат радия, который улавливал ионизацию своими острыми кончиками. Но, конечно, у нас технология гораздо проще и высота ниже. Вот, стол был сгоревший внизу. Тут был небольшой пожарчик. И мы решили применить уникальную технологию. Мы его просто в бетонное основание, как вы видите, забили. Поменьшили диаметр. И внутрь этой опоры бетонной мы его сбили. И где-то он вот здесь. Закрепили все это на изоляторе. Кстати, приближается гроза. Ах да, забыл сказать, что сам ионизирующий слой меняется. Со временем суток, со временем года и с погодой. И, следовательно, его воздействие тоже меняется. На ней наводится напряжение. Достаточно для того, чтобы что-то запитать. Аж щипет хорошо так. И сейчас я подключаю провод, чтобы его поднести к понижающему трансформатору. Мы вывели провод, заземлили штырь. И попробуем поопускать дужки. Ммм, эти токи что-то маловаты. Хватает на лампочку неонку. Вот, посмотрите. И заведев дом, попробуем на лампу дневного света. Если можно присмотреть, то она уже немножко светится даже через стекло. Но если подключить к одному выводу землю, к другому выводу, этот контакт, то она загорается, как мы видим, довольно-таки ярко. С помощью хитрого устройства нам удалось повысить силу тока в тысячу раз. Я пробовал разные схемы собирать, уже довольно долго провозились. В общем, остановился на трансформаторе с телевизора. Это строчный трансформатор ТВС-110ЛЦ с лампового телека. И разрядник. Цель разрядника, он преобразовывает напряжение в момент проскакивания искр в более короткий импульс. За счет этого высокочастотный трансформатор понижает это напряжение. Здесь намотано несколько витков, опытным путем подбирал, получилось где-то 4-5 вольт. И от них уже питаем радио. Попробуем включить. Вот он провод идет, который сверху выведен с крыши. А вот это второй, это земля, заземление. Вот его подключаю. Вот загорелась от уга. Конденсаторы зарядятся. И сейчас должно заработать радио. Сейчас отрагу на крыше. Радио работает плоховато, потому что сама эта система создает помехи. Но тем не менее, скрушить можно. Сейчас я померяю напряжение сколько вольт получается с этой штуки под нагрузкой. Вот обмотка. Здесь стоит диодный мост с конденсатором. В этой плате больше ничего не используется. И выходит отсюда 4 вольта. Немного прыгает. 4,6, 4. В общем, на радио хватает на пределе. Кассету уже включить не получается. Ну и сейчас от этого напряжения мы попробуем зарядить телефон. Включаю телефон. И идет зарядка. Это тот же самый телефон Шатриль заряжался. Так что еще один альтернативный метод зарядки телефона. Конечно, ток слабенький. На смартфон его всего скорее не хватит. Но телефон заряжать можно. Сейчас попробуем от этого напряжения запитать светодиод. Горит довольно неплохо, хотя напряжение небольшое. Моргает в такт разрядника. Надо зазор поменять. Там где-то 3 миллиметра. Но чем точнее подобрать этот зазор, тем стабильнее напряжение на выходе. Понравился ролик? Поделись с друзьями. А также пиши в комментарии, о чем нам заснять следующий ролик. Как собрать мощный ветрогенератор? Или как достать энергию из солнца? Или же как воспользоваться потенциалом земли? Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...